Российских вольников во главе с капитаном сборной и с Асланом Рамоновым не допустили на Кубок мира в США. Спортсмены должны были принять участие в соревнованиях, которые стартуют сегодня в городе Айова-Сити. Формально спортсменам отказали в американских визах. Представители МИД России заявляют, что такое отношение к российской сборной по вольной борьбе можно считать открытой дискриминацией. Россия одна из сильнейших борцовских держав. Так чего теперь больше в профессиональном спорте? Собственно, спортивного духа или политики? В вопросе разбиралась наша съемочная группа. Получить новые медали, хоть и не олимпийские, на этом Кубке мира уже не удастся. Спорт вне политики, и это знают все. Но красивая фраза свой истинный смысл утратила, ведь политика в спорте уже давно. Обычно мы получаем визовую поддержку от Федерации борьбы Америки. Они что-то начали затягивать, затягивать. И непосредственно я разговаривал с вице-президентом Федерации борьбы Америки, где мне сказали, что мы визовую поддержку вышли, но не факт, что всем дадут визы. В итоге на соревнования не поехал никто, а на невыданные визы было потрачено около 150 тысяч рублей. Деньги, конечно же, уже не вернуть. Но дело даже не в этом. Можно ли считать соревнования полноценными, а победителей действительно сильнейшими, если наковрение от одного из самых мощных соперников? Россия самая борцовская страна, об этом знает весь мир. На нашем олимпийском счете 109 медалей. 5 из них бронзовые, 9 серебряных и 95 золотых. Это одна из самых увесистых копилок среди всех стран. Спортсмены из других стран тоже недовольны. Медаль за таким вычетом обесценивается, считают они. Борцы из Словакии и Греции не намерены скрывать свое недовольство. Россия одна из самых лучших стран в мире, которые надо побороться на Кубке мира. Я думаю, это политический проблем, который не должен помещаться до спорта. Это мне не нравится. На мой взгляд, это неэтично, не допустить команду из России к участию. Мы все атлеты и все знаем, как тяжело достичь своих целей в этом спорте. Мы все должны поддержать русскую команду. Спорт играет роль в объединении людей, но у этой ситуации иной вклад. Вклад действительно неприятный. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это прямая и открытая дискриминация команды. Комментарий Американской Федерации Вольной Борьбы нам получить так и не удалось. Связь сработала в одну сторону. Наши сообщения с вопросами просто оставили без ответа. Сармат Мисиков, Заурбек Кодзаев, Новости Осетии.